ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы продолжаем работать в прямом эфире. В каком-то смысле подводим итоги уходящего 2016 года. Ну и, конечно же, если говорить о спорте и какие успехи в этом направлении у Одессы, так точно у каждого на ум придет возвращение большого льда, большого спорта. Хоккей уже будет доступен. Уже доступен 8 ноября. Произошло открытие льда, где может любой желающий научиться этому искусству спортивному, используя некие известные вам предметы, вот такую шайбу, клюшку. Но при этом не забывать, что только трус не играет в хоккей. В общем, поговорим о спорте, поговорим о хоккее, который ворвался в Одессу торжественно и с большим ожиданием тех людей, которые действительно к нему питают особые чувства. Виктор Деркач, президент Одесской ассоциации хоккей у нас в гостях. Сейчас подробно о всем этом поговорим. Здравствуйте, Виктор. Ну вот мы говорим, что вернулся. А вопрос в том вообще, был ли у нас когда-то в Одессе хоккей? Хоккей был, но он находился на таком уровне, который не подразумевает какого-то развития. То есть нету льда, нету хоккея. Да, ковырялись на льдинке, играли, но не более того. Сейчас уже можно говорить о том, что все меняется? Конечно, да. Это в первую очередь база для хоккеистов. Это площадка стандартных размеров. Она в 2,5 раза больше, чем льдинка. Ну то есть это профессиональная стандартная аренда, где можно уже принимать матчи международного уровня. То есть это в общем соответствует и в каком-то смысле прогнозирует появление больших событий. Ну уже появился лед, мы уже провели международный турнир по хоккею. Был объявлен набор в детскую секцию. И приятно очень, что многие жители города откликнулись. Многие это сколько? Ну вот за месяц пришло 50 детей. Это очень много. Это уже набраны группы, команды. Те, кто уже начали тренироваться, купили амуницию себе, уже все тренируются. Кстати, про амуницию, это ведь очень недешевое удовольствие вся амуниция. На начальном этапе я бы не сказал, что там для ребят вот таких вот маленьких, что она сильно дорогая. Да, вот допустим, когда взрослые играют, там уже уровень защиты формы должен быть на очень высоком уровне, потому что шайба летит с большой скоростью. Детям как бы сильно другую форму нет смысла покупать. Тем более может быть даже такое, что он через год передумает. Ну а все-таки по стоимости можете сориентировать? Ну стоимость колеблется от 1000 гривен за комплект до 7000 гривен. А 7000 это уже профессиональная форма? Это уже, да, полностью новая. За 1000 можно найти на OLX, бэушное в хорошем состоянии. То есть надо просто заняться этим и искать. Ну это все реально. А когда ребенок может уже выйти на каток и пробовать себя в этом виде спорта? У нас идет набор, начиная от 4,5 лет. Сейчас идет набор 2008-2009 годов рождения, 10-11-12. Вот эти ребята сейчас пришли на творец спорта. То есть если уже 4,5, он может уже нас набирать, звонить и обращать. А как вы оцениваете в украинском масштабе отношение к этому виду спорта? Какие города могут составлять какую-то определенную интересную конкуренцию? Ведь в конкуренции действительно происходит рост и происходит какое-то такое продвижение. Знаете, Одесса очень сильно отстала от хоккейного сообщества украинского. То есть была программа «Хоккей Украины», и в каждом городе строился каток. Это начиная от 2008 года. В каждом городе был построен каток. И нам просто всегда было обидно приезжать в такие города, как Херсон, Белая Церковь. А недавно мы вообще в Богуслав ездили. Немногие даже знают такой город, где он находится. Там ледовая арена, построенная, 300 мальчишек там занимаются в том городе. Даже не город, там, по-моему, 15 тысяч жителей всего лишь. И было обидно, как бы. И говорить о конкуренции, ну, то есть есть с кем побороться. Сейчас Одесса на самом дне, скажем так. Но глядя на те перспективы, которые у нас открылись, это и новая арена, и то количество желающих ребят, которые готовы заниматься этим видом спорта. И профессиональный тренер, которого мы пригласили, оно заставляет задумываться о том... Пригласили откуда? Не из Одессы? Нет. У нас до этого все наши тренировки, мы... Ну, это, кстати, на льдинке мы тренируемся. Это года два назад. Все тренировки тренировали ребята из хоккейного клуба Одесса, то есть одесситы. Но уровня, тренерского уровня, ну, явно как бы не хватало, и нужны были свежие кадры. И вот мы пригласили тренера Матвей Евгеньевич Григорюк. Он лучший детский тренер, детский хоккейный тренер 2015 года Украины. То есть он у нас проводил летний тренинг, ребятам очень понравился, нам понравился. И мы с ним заключили контракт, и он переехал сюда с семьей на постоянную возрождать наш детский хоккей. Но так ли мы понимаем, что этот спор очень травмоопасный, и все ли детишки готовы физически? Или вот на начальных этапах это не так страшно, как нам представляется? Я понял. Вы знаете, я в хоккее с 98-го года. И вот анализируя те травмы, которые были получены, допустим, мной или игроками, они скорее где-то были получены на лыжах, где-то на отдыхе, на каком-то волейболе, баскетболе, футболе, где люди не защищены абсолютно. Здесь у ребят защищено все, начиная от лица, головы, локтей, коленей, заканчивая горлом, все защищено. И используя, скажем так, есть меры, есть правила определенные, не толкать на борт. Если все это делается, травм не будет. Поэтому я не скажу, что хоккей это травматический вид спорта. А когда вот хоккей переходит вот эту границу полутренировочного процесса, полусоревновательного процесса и входит в профессиональное и в какое-то шоу, когда люди уже начинают драться во время состязания, есть определенные правила, когда не вмешивается судья в этот процесс. Происходит ли это в Украине? Мы, может быть, мало знаем. Происходит. Я вот в свое время довелось мне поучиться на спортивный менеджмент в городе Донецке. Специально вот из-за хоккея поехал туда учиться и наблюдал, как происходит это в профессиональных командах. Хоккей Донбасс. Я вот приезжал, приезжали лучшие команды Европы туда. Было очень интересно наблюдать, очень много подчеркнул. Когда есть за что бороться, когда не просто это тренировка, просто игра, а есть интрига, конечно, возникают моменты профессионализма, моменты борьбы, драк. То есть, когда есть за что бороться, тогда, конечно, появляются вот эти все моменты. В нашем хоккее это происходило вот, когда чемпионат Одессы были, когда уже финальные игры, когда вот приезжали к нам Киев сейчас приезжал, Кишинев приезжал, там страсти кипели. Ну, кто приходил, видел, там не на шутку. И дрались ребята, и борьба была. Ну, то есть, не видно дрались. Вы согласны, что зрители это привлекает? Как бы там ни было, вот на это они смотрят с каким-то другим, но особенным удовольствием. И, возможно, ждут, раз все-таки в правилах как-то это вот аккуратно оставляют. Мне сейчас как бы тяжело судить. На профессиональном, в НХЛ, в КХЛ, конечно, этот элемент присутствует. Набираются игроки, которые шоумены такие, которые на публику дерутся. Ну, в нашем одесском хоккее пока об этом говорить рано, потому что все люди, кто играют, у них есть вторая работа. То есть, на следующий день они должны идти работать, у всех есть семьи. И как бы, ну, просто так драться тоже никто не полезет. Вы предвидите, что украинский хоккей перейдет в профессиональный вид спорта и вид заработка, когда, в общем-то, хоккеист не будет думать о каком-то дополнительном месте работы, когда он посвятит свою жизнь хоккею? Это возможно? Ну, вообще такое, ну, есть в других городах. Есть же про нас чемпионат Украины есть, и другие города они нанимают. То есть, мы сейчас, то, что я говорил, это имеется в виду одесский хоккей, где играют любители, ну, полупрофессионалы. Если говорить профессионально, конечно, такие люди есть, которые закончили школу, которые живут только хоккеем, которые получают зарплату и думают только о хоккее. В Одессе это возможно? Ну, вот скажу так, что мы сейчас уже, у нас поступил один запрос, мы сейчас просчитываем бюджет такого клуба, который мог бы участвовать профессионально. То есть, и мы просчитываем, и мы заинтересованы, что найдется такой спонсор, который придет и скажет, ребят, вот, я так люблю хоккей, хочу, чтобы одесситы приходили, видели, чтобы мальчишки видели этот вид спорта. Я готов поднять и, ну, там, финансировать команду. Как много хоккеистов, по-настоящему хороших спортсменов, уже потеряла Одесса? Пока вот не было льда и не было никаких условий и возможностей тренироваться. Кто-то, возможно, уехал в другие города, кто-то, возможно, покинул Украину, уехал в ту же Россию, где хоккей уделяет куда больше внимания. Дело в том, что их не было. Все-таки не было. У нас их не было. То есть, вообще детский хоккей, ну, начинается все с детского хоккея, правильно? То есть, так с 20 лет не начнешь играть в хоккей и научишься. То есть, начинается все с детского хоккея. Отделение детского хоккея на льдинке открылось, ну, по-моему, 5 лет назад. И то, это было всего лишь 2 тренировки в неделю, это, ну, такой уровень не совсем серьезный. То есть, таких людей нету. Есть ребята, которые чуть-чуть поднялись. Кто-то играет сейчас, знаю, парень один в Донбассе играет. Кто-то за Луцк играет. Но их единицы, ну, дальше Украины никто не уехал. Все-таки хоккей – это не просто такая себе игра, где ты развлекаешься. Это действительно очень волевая, сильная, физически сильная и интеллектуально сильная игра. Как проходят тренировки? Вот расскажите о процессе. Небольшие ли нагрузки для детишек, для того, чтобы они соответствовали уровню сегодняшнего времени? Из-за того, что набор сейчас малышей 6-7 лет, их задача сейчас не на физику, скажем так, не на работу с шайбой. Их задача сейчас научиться кататься. То есть, в хоккее очень важно правильно кататься, двигаться на коньках. А все остальное – тактика, броски – пойдут уже чуть позже. Поэтому в данном случае нагрузка не очень большая. Они сейчас катаются, отрабатывают технику катания. Если говорить о взрослых, у нас немножко по-другому. То есть, у нас идут вначале теоретические занятия. Мы обсуждаем, каким упражнением будем делать на тренировке, над чем мы будем работать. Полчаса мы отрабатываем какие-то элементы, а потом у нас идут… Ну, и хотелось бы понимать, какая цель, какие перспективы? В детском или во взрослом? В детском. В детском. Ну, перспективы, сразу скажу, у нас очень большие перспективы. То есть, вот этот лед, который открылся, это не просто стало чуть-чуть лучше. Это просто совсем по-другому все стало. То есть, задачи какие? Мы хотим вот этот год, 8-й, 9-й, мы хотим уже на чемпионат Украины, который через три года стартует в этом году, по этому году рождения. Мы хотим уже на чемпионат Киева заявиться с 7-м, 8-м годом. У нас уже есть ребята, которые хорошо играют, и мы можем уже представлять Одессу на таком высоком уровне. Но самое главное, я же говорю, вот 8-й, 9-й, 10-й год очень много талантливых ребят пришло. И, ну, начиная от чемпионата Украины и заканчивая поездками и в Европу, и в Россию. И приглашают? Пока еще рано об этом говорить. То есть, есть, вообще Одесса, ну, мы с вами знаем, город очень приветливый для всех. И для меня, мне как человеку, который любит хоккей, который везде в интернете старается как можно больше это поднять, просветить, обращаются очень много людей, спрашивают, можно ли приехать в ваш город поиграть, можно ли там потренироваться. Летом особенно приезжают, там, с Латвии звонят, с Петербурга, с Польши звонят, можно ли ваш ребенок приехать отдыхать, можно ли он с вами потренируется. То есть, за счет того, что город у нас многонациональный, и то очень много связей нарабатывается. Поэтому приглашений будет много, но надо для начала сделать ту команду, в которой мы будем играть. Но для этого, кстати, вот тоже хотелось бы для детского хоккея, мы тоже ищем спонсора сейчас. Желающих немного, пока, по крайней мере. Ну, вы знаете, об этом просто мало кто знает. Но рекламы много по городу, и если будет фирма, с которой будет ассоциироваться возрождение детского хоккея в Одессе, я думаю, что, ну, наверное, такие люди найдутся, которые неравнодушны вообще к здоровому образу жизни. Ну, а если они увидят детский хоккей, они придут на тренировку детскую, увидят вот этих вот малышей, которые там бегут, там дерутся, толкаются. Я думаю, что желание появится. Что, буквально в завершении, чтобы понимать, содержание катка – это не дешевое удовольствие. Есть ли у вас уверенность, что действительно будут поддерживать финансово вас конкретно каток, и он всегда будет соответствовать требованиям для тренировок? И сколько стоит непосредственно занятие детям? Занятие для детей ориентировочно 1000 гривен в месяц. То есть, как бы… И сколько раз в неделю? Три? Три раза в неделю, да. Ну, есть дополнительные занятия, то есть, есть ребята, которые больше подготавливаются, ходят на дополнительные занятия. По поводу… Я больше чем уверен, что такие люди найдутся, и мы уже пишем письма, и видим, как люди реагируют, спрашивают, задают вопросы. Уже мы купили сейчас один комплект вратарский на вратаря маленького, потому что вратарская форма, она довольно-таки объемная и дорогая. И, ну, люди откликаются. То есть, я вот честно знаю одесситов, будет все хорошо. Судьба спорта и хоккея, в частности, в Одессе, будет небезразлична нашим меценатам местным, поэтому и к ним обращаемся в том числе. Виктор Деркач, президент Одесской ассоциации хоккея, был у нас в студии. Говорили о судьбе хоккея, о том, что, в общем-то, можно его называть возрождающимся в нашем городе. Через две минуты поговорим о том, отключат ли украинские каналы на Новый год. То есть, 1 января. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин